Больно осознавать, что в этом сезоне мы проиграли много матчей на флажке. Если оглянуться назад, мы не раз уступали 1 или 2 очка или доводили дело до овертайма. Тогда наша судьба была в наших собственных руках, а теперь из-за случившихся осечек в прошлом нам приходится надеяться на партизан. Тем не менее, сегодняшний матч показал, что в свой первый сезон в Евролиге мы готовы бороться до конца. Это отражает характер нашей команды и нашего тренерского штаба. ПОДПИШИСЬ! 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 таким, что этой команды явно будет не хватать плейл. На последний матч ТОП-16 железнодорожники выходили с полным пониманием того, что судьба последней путевки в игры на вылет в руках конкурентов. И победы над Баварией могло не хватить. Тем не менее, последний бой, он важный самый. И команда Евгения Пашутина сделала все, чтобы поставить жирную точку в Евросезоне. К большому перерыву разница в счете приблизилась к разгромной двадцатке. Агрессивный баскетбол приносил свои плоды. Чтобы понять настрой Локомотива в этот вечер, достаточно посмотреть на этот момент. Валерий Лиходей весь сезон был лучшим дальнобойщиком турнира, но запомнится, пожалуй, именно этим данком. Легкость прыжка и амплитуда, томогавка, как отражение всего сезона. И пусть Бавария показала характер, вернулась в борьбу, но Локомотив добился уверенной победы. И еще сутки надеялся на благосклонность Фортуны. Увы, Голота Сарай выиграл у партизана на следующий день. И Локомотив завершит свое выступление в Евролиге. Краснодару не хватило совсем чуть-чуть до выхода в плей-офф. В любом случае, Краснодар почувствовал вкус большого баскетбола. Очень хорошее рациональное зерно было по защите. Защищались практически где-то минут 10. Команда Байера не могла больше 20 очков набрать. Даже больше 2, около 20 минут. То есть вот эта защита та элитная. Но сложно, допустим, то есть мы должны это продерживать со скамейки, выходить и продерживать такой темп, чтобы свежие ребята выходили и давили. Сегодня вот было, это до 2 четверти. Но в 3 четверти вот это не получилось. Чтобы как бы наращивать преимущество. Чтобы 20 сделать 25, 27, допустим. Но к этому стремимся. Не так легко это сделать, потому что хотелось бы, чтобы все 10 было равноценной. Тогда мы бы выглядели как Реал Мадрид, допустим. Это наша задача на тренировках, чтобы как бы это претворить жизнь. Но тем не менее, ребята сегодня достойно выглядели и победили. То, что я чувствую. Благодарю вас! От всей души на Бандинску! Браво! 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 Браво!